всем добрый день я сегодня в питомнике растений собираю свой заказ обязательно конечно хочется пройтись посмотреть но буду сдерживать свои порывы приобрести еще очень хочу разработать до конца свои цветники и уже потом при необходимости уже что-то подкупать рододендроны просто великолепные но мне нужно искать место потому что потеряла уже три рода дендроны и два сейчас в очень слабеньком состоянии вот здесь так много различных растений и розы и хвойные красавицы все покупала я здесь уже сирень не подвело меня то что пересорта не было сейчас они на бутонах молоденькие покажу на дачном участке и здесь покупала две розы тоже пересорта не было поэтому решила приобрести еще сейчас клематис подойду спрошу свой заказ пока смотрю немножечко растения как здесь его козья его козья а здесь вот это здесь каштан конский о какой у меня столько нету мест в основном буду сейчас покупать растения на штамбе стараться из-за того что место все-таки ограничено буду на штамбе здесь идут барбарисы я так понимаю барбарисы различные ирисы 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 лилейники и плодовые кустарники тоже есть так ну я вернусь сейчас вернусь в самое начало хочется козью его она на штамбе кстати она на штамбе на штамбе и по росту хороша и по размеру получается прям замечательная его надо подумать такие удобные такие с ручками носить сразу раз и машину удобные контейнеры вот еще козья тоже штамбовая надо узнать стоимость о какая интересная хвойная какое интересное поближе подойти вот подобно этой елочке у меня есть да не деформис это есть у меня елочка хочется такого ельвергата но она еще не самая взрослая она еще должна расти наверное да соблазнилась на такой цветочек вот мой заказ вот мой заказ клематис тайга вот как хорошенький какой здесь какие уже отростки хорошие там да тогда сейчас я ему место найду как а здесь у вас еще понятно клематис такой там заказа на клематис и мультиблю так не берем сейчас не берем княжик посмотрим а не хорошо они это уже в этом сентябре заказ нет не посмотрите а здесь княжики да вот там уже у нас отставленные заказы а эти пока вот которые в свободной продаже княжики здесь есть вот такого плана вот несколько несколько сортов был еще белый да вот такой вот там вот белый в уголочке стоит а вот вот этот беленький да 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 вот наверное вот это махровый получается да или они такие как колокольчиками ну они я не знаю можно ли их называть махровыми ну в принципе лепестков то много все заказ забираю свой заказ здесь клематис решил еще вот купить пару цветочков остальные посмотрю попозже конечно присмотрела много всего интересного но я постаралась так себя взять в руки остановиться на этих растениях а потом может быть как-нибудь приеду еще и куплю очень мне понравилось и вакузия на штамбе понравилось возможно еще что-нибудь из клематисов возьму сегодня хорошая погода обещают без дождя 24 25 градусов по области тоже в принципе такая же как в городе на шапке сейчас все на прогулке у меня тренировка еще утром утро началось с питомника растений с небольших покупок а теперь продолжается натренировка скорее всего в такую погоду уже занятие на улице в основном и и и Субтитры сделал DimaTorzok Я приехала на дачу и увидела, что тюльпаны уже у меня практически распустились. Мои основные, которые всегда у меня растут, их всегда было много, вот такие алые тюльпаны. Не знаю, почему они сильно у меня уменьшились, покажу в одной грядке, где они в прошлом году очень хорошо росли, точно такие же были, а сейчас прям в два раза меньше. Здесь абрикосик набирает листву, здесь цветник у меня, плетистые розочки, здесь у меня гортензия крупнолистная. Я ее сейчас раскрыла уже, все, не буду закрывать больше. Это герань. Вот тоже здесь такой букетик у меня из тюльпан. Тюльпаны. Красота. Здесь просыпается тоже герань. Вот такая розанна. Я обычно ее прикапываю, присыпаю, вернее, землей, чтобы она еще больше у меня росла, набирала рост. Вот она просыпается. Надеюсь, она сейчас еще больше здесь. Вот здесь она еще просыпается. Вот у нее из земли показывается. А вот у клематиса у меня наконец-то зацвели долгожданные тюльпаны. Вот такие я все ожидала. Хотела посмотреть, как они выглядят. Посадила луковицы. В подарок привезли. Вот такие интересные. Такая у них форма. Потом найду упаковочку. Желтенькая в середине и красненькая снаружи. Вот такие красавцы. Здесь клематис. Руж-кардинал. Хорошо просыпается. Сейчас прошлась по некоторым растениям. Посмотрела некоторые растения. Почему-то как будто подверглись еще одному морозу. Даже какому не знаю. Покажу. Вот здесь под яблоней. Вот здесь у меня раньше всегда было целое поле тюльпанов. Мы никогда их не выкапывали. И они здесь росли очень-очень много. Прям была целая полянка тюльпанов. Здесь безвременник растет под яблоней. И вот тюльпаны. Розовенькие тоже есть. Но розовеньких меньше. А в основном это вот алые такие. Красные. Вот такая сейчас красота. По краю здесь еще мускари. И с тюльпанчиками. Вот смотрю сирени. Сирени набирают бутоны. Уже достаточно хорошо. Вот так они уже подросли. Бутончики. И на молоденьких тоже, которые я покупала в питомнике, в котором сегодня была. Тоже вот на бутончиках. Все хорошо. А вот одна сирень почему-то остановилась в развитии. Что-то с ней случилось. Хотя и обрабатывала, и бордоска, и все после зимы. Вот она прям голая. Начала набирать бутоны. И на этом остановилась. Сейчас пройду и еще покажу. Это метельчатая гортензия. Лаймлайт. Просыпается. Тоже набирает. Молчит пока мой персик. Но вернее он, конечно, уцелел. Принципиально это вот здесь видно у корня. Вот здесь на веточках. Но дальше пока листвы не выдает. Сегодня тепло. 20 градусов. Даже сейчас, я думаю, где-то 20 градусов. Потому что очень тепло. В парнике всю неделю под спонбондом стояли у меня посаженные томаты, перцы, баклажаны. Баклажаны лучше всего перенесли. Они, видимо, очень любят жару. А вот томаты некоторые погибли. Поэтому буду подсаживать. У меня много дополнительной рассады. Вот хотела показать. Вот тюльпаны красные, алые. Вот здесь их целый ряд. Тропинка вдоль. И они такие большие были в прошлом году. Вот один примерно, скажем, такого роста остался. А вот эти все, вот они в два раза меньше. По какой причине, я даже не знаю. Вот они прямо все-все такие маленькие. И вот здесь, я смотрю, у меня тоже вот мороз или что-то черные листочки прям. Может быть, последний мороз прихватил. Я не заметила. Почти и цветения не было. Это у меня спирея вангутта. Вот как-то так, видимо, мороз на ней сказался. Здесь цветник с пионами. Еще раз немножко просныть. Я пользуюсь средством, лентуром. Но я думаю, что даже хоть оно избирательное, надо, конечно, аккуратнее им пользоваться. Смотреть, какие растения рядом находятся и попадают, если вдруг под опрыскивание. Как они потом себя чувствуют. Ну вот был мороз одновременно, когда я обрабатывала здесь флоксы. Ну, флоксы морозом точно прихватила. Вот могу сказать. Вот действия. Закручиваются листочки, и они не развиваются. Вот они скручиваются. И вот здесь тоже видно, вот прям как вот закрученные пластинки. И вот ее достаточно мало. То есть я просто пройдусь. Я не буду ее выдергивать. Я пройдусь ножницами, посрезаю. Потом, может быть, еще обработаю. И вот где я не обрабатывала. Вот она какая. Вот если сравнить. Здесь хосты просыпаются. Хосты просыпаются. Еще вторая тоже. И вот она какая. Высокая, большая сныть. Вот. Без обработки. Конечно, обработка влияет на то, что она притормаживает в развитии. В росте. Здесь просыпается клематис. И второй тоже. Здесь прям очень хорошо он разрастается. Надо ему повыше опору делать. Это кайзер. Вот здесь вот кайзер у меня. А здесь один остался побег. Может быть, я пересажу. Или, может быть, пока оставлю. Это у меня другой клематис, пурпурея, плена элеганс. Он у меня пересажен в другое место. Одна веточка. Одна веточка осталась здесь. Но не определилась еще с местом, куда пересаживать. Может, пересажу. Здесь розочки. Здесь абрикос. Он зимует не первый год. Ну, вот здесь зеленые листочки. По стволу там вот внизу зеленые листочки. Здесь вот веточка с зелеными. Но не все ветки зеленые тоже. Жду, что будет дальше, пока не обрезаю. И вот проснулись у меня тюльпанчики посаженные. Здесь разноцветные. Сиреневые и желтые, и красные. А это мои покупки сегодняшние. Купила я прострел. Посажу его рядом с морозником, где у меня сидит. А это под яблоня посажу. Посмотрю, будет ли он разрастаться, как быстро. Вот это вальтштейния тройчатая. Вот такая желтенькая. И прострел обыкновенный. Pineville Blue Violet Shades. Какое сложное название. Он еще не весь отцвел. Я еще успела посмотреть, как он цветет. И кайзер. Клематис кайзер. Это клематис второй группы обрезки. Это клематис кайзер только что отошла, поэтому про него подумала. Это, конечно же, тайга. Клематис тайга. Он тоже относится ко второй группе. Сейчас здесь не знаю, написано или нет. Но, насколько помню, это... Ну, вот здесь написано вторая-третья. То есть обрезать 50 сантиметров. Ну, можно и метр оставить у второй группы. Чтобы первое цветение было пораньше. А потом уже второе цветение. Вот. Тоже буду сажать. Вот такие покупки сегодня. Прогулка в питомник. Хороший теплый вечер. И там столько тюльпанов, столько красоты. А здесь у меня укореняется пузыреплотник. Вот. Посадила сейчас прострел в цветник. Здесь у меня розы, ливейник. Растет плодовая. Один пион. Вообще, это была экспериментальная грядка, куда я обычно подсаживаю растения до потомок постоянного места пересадки. Но розы я уже точно пересаживать не буду. Розы остаются. Здесь у меня морозник. Поэтому я решила вместе с морозником посадить прострел. Вот. Он уже отцветает. Как самые первые весенние цветы. Пускай сидят вместе. Лилия вроде бы от мороза не погибла. Так. У лилии ставлю вот такие заборчики, чтобы помнить, где луковичные. А вот прихватила морозом мне камнеломку. Вот такая стала камнеломка. Сейчас я земли принесу, посыплю удобрением и землей. Вот. Нарциссик беленький. Здесь. Даже не ожидала, что так у меня потемнеет камнеломка. Пойду за землей тогда. Вот. Спасибо. Спасибо.